Объем российского рынка коррупции составляет около 300 миллиардов долларов в год. Такую цифру назвал сегодня глава национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его данным, большая часть коррупции формируется всего в трех секторах. Распределение бюджета, управление государственной собственностью и управление природными ресурсами. Мы говорим, коррупция в бизнес перешла. Она не перешла в бизнес. После 2008 года единственное, к чему тянется бизнес, это к федеральным заказам. Денег других нет. У людей денег почти не остается. Поэтому люди пытаются зарабатывать, играя в эти заказы. А в этих заказах средний процент отката 40. Где-то 60, где-то 20, где-то 10. По мнению Кабанова, основные очаги коррупции закладываются уже при распределении бюджета различных уровней и в тех сферах, куда перетекает больше денег, тут же становится больше и коррупции. В качестве примера глава национального антикоррупционного комитета привел историю с госзакупками томографов в сфере здравоохранения. Впрочем, судя по уголовным делам, которые и формируют статистику, большая часть коррупции в стране не завая. В прошлом году 60% осужденных за взятки попались на суммах от 1 до 10 тысяч рублей. При этом количество тех, кто получил взятку размером более миллиона рублей, даже снизило всего 2% от общего числа приговоров по коррупционным делам. Поэтому среднестатистический взяточник в России – либо преподаватель ВОЗа, либо врач районной больницы, либо сотрудник ГИБДД.